здравствуйте я очень рада что вы сегодня у нас в гостях и мы с вами говорим о творчестве о вашем творчестве и в первую очередь мы начнем с вами говорить я предлагаю о втором международном фестивале аллилуреатом второй раз этого фестиваля но это мероприятие проводилось или она проводится или будет проводиться один раз два года вот и участников было около 500 человек с 50 приблизительно стран разных континентов вот ты включая значит ближние зарубежья дальние зарубежья и по своей масштабности это серьезное мероприятие потому что в течение недели это огромная масса их артистов выступают на разных площадках их нужно привести значит отвезти то есть я можно сказать могу сказать большое спасибо организаторам это действительно и требует и средств больших и вообще умения организовать такие москва непростой го значит непростой город и поэтому например мы каждый из нас пережил пробки транспортные я потом плюнул ездил на метро намного быстрее эффективнее это это точно но что касается нашей группы у нас группа была из девяти человек половина была из гетеборга половина значит было стокгольмских вот и вы имеете до группы и швейцы да это тот раз тоже было 10 человек вот и на хромова была старшим ну что можно сравнить нас поселили в измайла в тот раз мы были в космосе немножко было похуже но атмосфера была очень теплая и можно сказать так после удачи наивровидение рыбака который спел александр внимание конечно привлёк его папа он был все время с нами на представлял норвежскую делегацию вот и вечерами конечно мы все собирались там фойе или в каком-то зале который отведен был пели выступали то есть фестиваль продолжался до часу ночи а утром все начиналось заново это конечно тяжело но были экскурсии я думаю что всем понравилась эта поездка я хочу показать нашим зрителям что в этом году конкурс был посвящен 65-летию победы мы вся страна будет отмечать я думаю все соотечественники будут отмечать в этом году достаточно крупная дата и может быть в двух словах прокомментируете было ли больше песен связанных с победой и вот с этим но с этой даты я могу так сказать что представитель нашей делегации мой друг гилёв очень старался очень старался но номинацию в колонны зал так из нашей делегации никто не попал потому что оказывается на все шпионские дела значит нас не хватило вот и дело в том что те которые выступали в прошлый раз их просто не взяли а такого значит масштаба мы надеялись что копив копива там документы не было человека у нас не было я не могу сказать что я имею такой опыт и что я там допустим свои песни ну что я пою только свою собственные песни и военные песни не исполняю вот но тем не менее вот жюри которая выбрала на последний значит концерт значит они приурочили конечно там часть родине там к отечеству больше было песен посвященных не думаю где-то половина тематики потому что там все жанры были это была народная песня это был опер допустим и была значит эстрадная песня и поп музыка и и авторская песня но что интересно что там значит сам лужков пришел и выручил этот приз молодому рыбаку и тот значит сказал мне понравилось что он никогда не думал когда он пел что за вообще такая организация стоит за этим значит фестивалем который был еврофестивалем что оказывается мэр города и там люди что как он был взрослые люди так старались но я об этом не знал только пел но по крайней мере приятно что среди иммигрантов он является русскоязычным из риги семья и поэтому мы считаем что это наша заслуга то есть практически россия как повернувшись лицом к миграции получила первые плоды что талантливые люди может быть они свое время покинули страну но они проросли в другом конкурса мы можем сказать что у конкурса есть будущее он будет развиваться и продолжаться дальше понимаете у конкурса то что сказать о том то что конкурс выявляет таланты да он выявляет таланты но он не дает этим талантом какую-то площадку там например не было никаких что заключили контракт или понравилось из львова были оперные результаты ничего просто это сбор это демонстрация вот этой вот русскоязычной песни чтобы здесь вот на местах которые в своих странах не забывали что существует москва их прародина россия и о них думает что они не одиноки что они вместе в общем сообществе таком ясно хорошо очень интересная тема у нас с вами прозвучало и я предлагаю сейчас поговорить о ваших других сферах деятельности я знаю что дмитрий не только автор исполнитель и музыки и стихов но также еще и талантливый художник как это направление вашей жизни появилась ну можно так немножко забегая что я рисовал с детства двух лет но как у всех наверно талантливых людей у леонарда венчин у него тоже были проблемы с языком несмотря на все его таланты имел проблемы у меня тоже были проблемы с русским языком вы знаете если первые . ты учишься первые десять лет один родной язык является основной а я в это время играл в группе 14 лет у нас там был свое а почему были проблемы с языком языком это я не знаю генетически или еще что-нибудь с русскими да с русским с литературой у меня не было проблем вот у меня был один такой что я всю жизнь сидел и лето писал чего-то и всю жизнь и мне нужно было только другие люди жили нормально я все время чувствовал я очень переживал вот что у меня такое я думаю что из меня ничего никогда в жизни не получится вот и мы когда пошли я в эстонии жил значит по технической линии мне отец очень талантливый человек вот военный гибридизовался в эстонии и тогда значит я рисовал всегда рисовал лучше всех рисовал я рисовал в третьем классе как конкурировал с теми которые в десятом классе вот я специально даже помню 12 лет оставил свою акварель ну какие-то не может быть ну короче говоря я не видел себя художником я хотел быть художником но не видел себя художником вот попав технический вуз вот так все это вертелось но даже там я как-то нашел я работал по высшее образование получил политическом институте и являя машиностроение я работал в конструкторском бюро работала здесь швеции в конструкторском бюро и всегда использовал свои качества то что я могу больше там дизайном занимался или оформлением всегда этим занимался ну когда произошло значит где-то в 2001 году что у меня тромбоз в правом глазе то есть как бы кровяная пробка артериально закрыла я не вижу на правый глаз это 30 процентов но я думаю что что мне делать потому что мне списали я работать не могу найти применение какой ну и тогда я решил самообразование заниматься живость сколько у меня есть значит времени по жизни осталось я буду значит вот художником и таким образом я занимаюсь самообразованием пришел к тому то что в труде я увидел что ну 2 3 пошло на самообразование начнение одну треть на полное состояние работу что у меня есть прогресс что я сохранил как вот способности и они у меня могут раскрыться я не сказал ты еще успеешь вот я стараюсь потому что я вам объяснял здесь перерыве что когда маленький ребенок то ему очень удобно если он талантливый нет у него проблем с обучением он уже признание получился с ним носится возится и здесь если бывают перегибы а когда тебе 50 лет или там ну вот мне было 40 там 7 лет ну нет к этому придурок старый он играется но теперь как-то я стараюсь зарабатывать на этом и довольно-таки хорошо себя чувствую в роли художника потом появилась у меня музыка и я как бы подумал это пройдя вот это все сам я понял что что те люди которые талантливые они неординарные у них что-нибудь то есть если у него какой-то способ да у него где-нибудь будет что-то потому что например самое главное у человека талантливый это образное мышление если он видит все как-то по-другому более чувствует по-другому он обычно как бы в себя направлен люди интроверты и экстраверты вот ты начинаешь по углубляться в эту фантазировать вырубаешься грубо говоря с этой реальности и живешь в своем мире и вот здесь тебя подстерегают всякие опасности потому что нужно и переходить через дорогу ехать на автомобиле я слышала и я вас уже написано статьи что у вас дома очень много картин находятся и я думаю что мы у нас сегодня в передаче у нас будет возможность поговорить о том какие картины находятся у дмитрия дома вы дома рисуете да у меня трехкомнатная квартира маленькая комната где-то 12 метров я отвел ее под своем как мастерскую все там и там часть картины и в шеллере кладовке картины подвале картины значит в москве картины лежат в галереях там ну немного там 8 здесь где я работаю на торт русга 45 тоже там картины есть то есть картин за это время то есть я девятый сейчас уже пошел значит девятый год с этого то я где-то их порядка начи нарисовал сотню а чем вы рисуете как основной в основном к я рисую маслом по холсту и ввиду того то что мне интересуют разные жанры то есть я имею свою линию разрабатываю свою теорию у трамтового интеллектуализма то есть рисование с подсознания нас ассоциативными формами то что человек чувствует вот потом есть такое экспрессионизм значит вот здесь вот здесь в данном случае вот это вот это экспрессионизм вот с ним я ездил на второй фестиваль русской международный фестиваль живописи в москве получил сертификат но я еще увлекаюсь и реальностью фестиваль измом абстракция не очень но в основном вот теории живописи написал сейчас небольшую часть работ как разбираться и понимать что нарисовано то есть бывает так что художники знают что они рисуют планируют а бывает они сами знают что нарисовано чтобы это расшифровать существует определенные методы геометрические там например если исследовать художников по году даже по гороскопу так определенный год определенный из любит определенное например от миру он в год смеи так он вот этих всех таких червяков там рисовал то есть допустим можно предугадать и вот есть способ как это обнаружили ясно хорошо а у меня вопрос продолжаем говорить с вами о картинах вы в итоге какое-то образование получили или вы сказали изначально что вас было самообразование то есть это все изнутри образы рождаются и техника вы просто интуитивные чувствуете понимаете когда ты хочешь что-то нарисовать но ты чувствуешь что тебе технически не хватает для моей цели которые рисование ассоциативные формы своих чувств на которые возникают на подсознании необходимо комбинации абстракции допустим тут же может быть и сюрреализм уже многими стилями владеть и поэтому я учился у всех понемножку вот и вот у меня значит здесь правда нет значит есть картина у нас будет возможность сегодня продемонстрировать несколько картин которые находятся у дмитрия дома да есть там у меня но там не висят эти работы они у меня находились ночью давайте покажем посмотрим но это здесь наверное нет ну вот например вот здесь вот есть небольшие вот работа вот это например связано вот одна из коллекционных книг где представлены разные художники в том числе дмитрий жуков здесь вот например что себе показано здесь вот какие разные стиле ясно достаточно интересные образы исходя из того что я посещала много галерей вот современное искусство то есть вы современный художник да но понимаете я как объясняю другим художникам как я рисую я говорю знаете придумайте какую-нибудь историю сделайте для нее иллюстрацию чтобы это было емко и весь этот сюжет был значит вошел в один этот кадр по этому кадру можно было рассказать какую-то историю и вот таким образом когда человек допустим развивает многие свои способности вот одни больше другие меньше которые у него природа ему дала то он становится более значит богатым от того то что он разносторонний одно дополняет другое расскажите пожалуйста вашем направлении насколько я понимаю сейчас вы занимаетесь оформлением книг да я был в этом это переход такой от живописи или это все вместе дело в том то что я рисую я продаю свои работы вот многие покупают есть женщины две которые коллекционируют они же купили наверное за три года там по двадцать пять-тридцать моих больших работ но здесь как-то как говорится о сказках вот зашли ну и мне ханин есть такой писатель у нас михаил да михаил не мог мне помочь но я начал делать ну показали это его редакции где он печатается нет давай ты вот нам сделаешь там вот горячее что-то и вот начал я это вот я ему начал про эльфов делать а потом это про эльфов он написал то есть это иллюстрации к сказкам михаила ханина да это иллюстрации сейчас идут но значит мы ее на середине нас редакция остановила вот и дали мне другое задание я поехал в москву используя вот конечно возможности там встретиться и подписал контракт что я буду им иллюстрации делать на другие там книги так у вас иллюстрации сейчас только сказок да сейчас иллюстрации именно направление сказочное ну да это довольно-таки должен понимаете под каждую сказку то что я должен выучить потом я должен прочувствовать потом значит свои образы опять же включить получается бывает так что сказка никакая там не написано ничего это мальчик вошел мальчик вышел но вы читаете сначала сказку мне нужно все придумать мне нужно придумать в чем мальчик какой он был этот мальчик то есть можно сказать что эти писатели некоторые ну их как бы сказать они ничего они только дают материал материал что делать а в сказку делаю я а образы рождаете вы мне кажется даже это намного сложнее превратить сказку в реальные образы нежели чем какую-то публицистику но это надо опуститься и вернуться в свое детство вспомнить как это воспринимать я был очень романтичный человек и сейчас остался слегка в душе на вот если всех таких людей посмотришь которые они всех детства в глазах у них нету такого что им нужно там дом где-то строить это еще что-то какие-то проблемы решать это люди не от мира сего тронутые слегка значит что то есть вот и я люблю баловаться я значит игрался в игрушки до 14 лет то есть в том числе это как бы предпосылки да я с удовольствием с удовольствием сам тоже не бывает провоцирует напишет такую сказку я году тоже так пишет надо вот так а вы читаете все сказки перед тем как да 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 вот сейчас вот видите сейчас пошли ска иллюстрации другой сказки это михаила ханина нет это не другая женщина и сейчас не могу вспомнить значит она про рыбку которая искала для матери почему-то жемчуг почему матери это нужен был жемчуг она была плохо здорово но может быть и денег не хватало я не знаю но понимаете реальная история как я должен был как бы войти вообще там очень много про водную мир мир да водный мир и у нас познавательные точки больше чем сама сказка то есть познавательные точки мира там и и разные это вот для у меня жена писательница тоже детская какой-то роман связанный с посещением машины времени какие у вас планы связанные с иллюстрацией дальше ну с иллюстрации 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 рознь вот сейчас показывают значит картинки которые допустим ну такого можно сказать реалистического плана акварели который можно тоже сделать дорогие картины дорогие книги сами книги будут как все равно что от репродукции но оформление не вообще на так у меня вообще всегда бывает песня бывает картина и бывает рассказ или сказка основное направление все вместе хорошо предлагаю вернуться к музыкальному творчеству поскольку это всегда очень интересно и тем более я так понимаю вы и продолжаете в нем развиваться и очень хотелось бы послушать сегодня вас вы планируете нам что-то исполнить сегодня да я попробую вам исполнить что-то если у меня как говорится все это хорошо ладка пояса я буду очень рад да давайте в поле только табор одинокий ты звездная дорога песня любви одинокий месяц слезы без труны заблудилось сердце не сидит Там мерцают в поле огоньки. Где-то песня плачет в страсти от любви. У костра цыгане пляшут до зари. Пой, цыган, любовь не две разлуки. Пой, цыган, любовь порой слепа. Пой, цыган, от страсти нет скуки. Пой, жизнь, цыган, как лодка без весла. Дмитрий, большое спасибо за такой увлекательный музыкальный подарок. Я надеюсь, вы еще обязательно нам споете в следующий раз. И хотелось бы спросить, что в этом году произошло с вами наиболее интересного, запоминающегося, может быть, в этой поездке в Москве на фестиваль? Самое запоминающее было то, что наша делегация имела портрет, который я нарисовал графа Шереметья Петра Петровича. Это председатель русских соотечественников. Живет он во Франции. У них тесная работа. Вы изображены с портретом. Да, здесь я когда два года назад его рисовал, я думал, что вообще этот портрет никогда не придет в руки. Ну, наступил день, через два года, значит, мне предоставилась возможность, мы поехали. Я встретил, говорю, вот портрет уже готов. Он был удивлен, что портрет готов, потому что с его разрешения, иначе я бы и не рисовал. Он показал ему свою работу, он согласился. И вот на комитете ему вручили, там человек 40 где-то был. И как-то, знаете, я его встретил, он говорит, вам, может быть, свернуть или что? Он говорит, а портрета нет. Оказывается, портрет... Это вот этот именно портрет. Да, вот этот портрет у него конфисковали. И оказывается, существует теперь музей имени Солженицына. В Москве. В который, да, его отправили. Но я ему пообещал еще нарисовать. Да, и я надеюсь, вы обязательно выполните свои обещания. Большое спасибо сегодня, что вы нас посетили. Я надеюсь, вы еще раз к нам придете, исполните, покажете новые ваши творческие работы. Больших успехов вам творчестве, тем более у вас много разных направлений. Я хочу напомнить, что передачу «Объединение Росмедиа» сегодня провела я, Анастасия Старикова. В гостях у меня был поэт, исполнитель собственных песен, композитор, художник. И уже автор иллюстрации Дмитрий Жуков. Большое всем спасибо и увидимся с вами снова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова